Пятничным утром сквер нефтяников в Кубишевском районе временно закрыли для отдыхающих. Территорию начали обрабатывать от комаров. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения важно своевременно провести обработку, ведь комары могут являться переносчиками таких заболеваний, как малярия и лихорадка западного Нила. При помощи специального оборудования мастера опрыскивают кусты и деревья. После такой обработки кровососущие насекомые не будут представлять опасности для людей. Парки и набережные Самары специалисты уже обработали. Теперь настала очередь скверов. Особое внимание уделяется тем территориям, на которых есть озера и пруды. Как правило, именно истребительные мероприятия в отношении комаров проводятся после схода паводка, когда освобождается нижний слой почвы, ила, в котором находятся личинки насекомых. После того, как вода сошла, с наступлением определенных положительных температур, личинки улучшаются, и тем самым появляются летающие формы. Такая обработка проводится ежегодно, независимо от количества кровососущих насекомых. Препараты, которые применяются, безвредны для теплокровных, и владельцы собак могут не переживать. Просто не стоит находиться в непосредственной близости во время обработки. Уже через полчаса в скверах можно гулять. Все скверы обработаны от клещей, проведена коррецидная обработка, это всех. И все скверы проведены диротизационные мероприятия. Диротизационные мероприятия будут проводиться еще осенью. Всего подрядчик в Самаре обработает более 150 объектов. Общая площадь обработки, с учетом парков и набережных, составит 215 гектаров. После окончания опрыскивания мастера прикрепляют к деревьям клейки и ленты. На следующий день они проверят, сколько насекомых к ним прилипло. При необходимости, в случае массового появления комаров, работы проведут еще раз. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев, События.